Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про дочь 12 лет с функциональностью уровень примерно 4-5 лет. Значит, пишет вопрос мама, рассказывает о том, что ребенок ведет себя достаточно агрессивно. Все рвет, все портит, загляняет, кричит. Няня, соответственно, не задерживается долго, приходится нанимать няню. И мама пишет, что для меня это подтверждение, что не у нее одно терпение кончается. Что делать? Спрашивает Любовь. Да, человека зовут Любовь. Любовь, значит, во-первых, если у человека есть инфраструктуры, то это диагноз. При диагнозе назначается соответствующее лечение, либо какая-то поддерживающая терапия и как следствие специальной коррекционной обучающей программы, которые должны предоставляться ребенку. Соответственно, вы не говорите о том, что у вас есть какой-то диагноз, у вас есть какой-то курс лечения. Вы не говорите о том, что у ребенка есть лечащий врач, который ее наблюдает, психиатр или клинический психолог. Соответственно, это первый вопрос. Как бы тогда? Откуда информация, что у нее умственная осталась? Откуда вы знаете, что психически она работает 4-5 лет? Откуда у вас эта информация? Это первое. Второе. Значит, вы вот спрашиваете, да, что делать? Что делать, чтобы что? То есть, если ваша цель там получить подтверждение, что у вас одно терпение кончается, ну, вы хотите убедиться или убедить кого-то, что с ребенком что-то не так, ну, хорошо, мы признаем, что с ребенком что-то не так. Мы признаем это, а что дальше? Как бы, ну, признали, а дальше-то что? То есть, вы почему-то ищете подтверждение того, что не у вас одно терпение кончается. А то, что у вас кончается терпение, означает лишь то, что либо вы не можете найти общий язык с ребенком, ну, вот. А если ей 4-5 лет, как вы говорите, то с 4-5, с 4-летним ребенком найти общизы как бы легче, чем с 12-летним подростком, вот. И если ей 12 лет, то, соответственно, сейчас у нее происходит гормональный взрыв, и то, что она делает, вполне себе нормально. Вот, но повторюсь, ввиду наличия вот этих вот особенностей, тут нужно заключение врача. Необходимо заключение врача. Это агрессия, что сейчас происходит, абсолютно нормальная для подростков. Подростки все, в принципе, агрессивные, но ваша дочь вот в силу как бы особенностей вполне вероятно не контролирует агрессию. Как бы смысл нанимать няню, которые, ну, как бы, не являются работниками психоневрологических диспансеров, которые не обучены вести себя с детьми, у которых есть психические отклонения, не очень понятно. На что вы надеетесь, нанимая таких нянь и видя, что они не выдерживают, что, в принципе, совершенно нормально, непонятно тоже. Поэтому, как бы, вопрос остается открытым. Дальше. Ребенок, любой ребенок, даже если у него есть некоторые особенности, является отражением родителя. И давайте сопоставим. Вы одна. Судя по всему, у вас как бы нет мужчин. Значит, в личной жизни вы, вероятно, не совсем удачливы, но у вас есть проблемы. Проблемы в личной жизни – это проблемы с гендерным поведением. Проблемы с гендерным поведением – это, в общем и целом, проблемы с вашей семьей. Ну, и если мы не берем в расчет, то нет – это внутрилическая проблема ваша. Соответственно, вы в чем-то в себе не разобрались, от чего-то в себе убежали, от чего-то в себе что-то в себе подавили. И, как бы, вот это подавленное продолжает себя проявлять. Первое. В виде, скажем так, значимого подтверждения, то есть, вы, например, вот в том, что няня не выдерживает видеть и подтверждение того, что ни у одной, ни одна вы, да, как бы, ну, перестаёте терпеть. То есть, вам как будто бы нужно разрешение и поддержка в том, что вы, как бы, перестаёте терпеть. О каком терпении идёт речь, если, как бы, ребёнок, он, ну, вот, как бы, болен, чего ждать? Вот ребёнку, если мы предполагаем, что он болен, ну, как бы, чего от него ждать? Непонятно. Ну, поэтому, опять же, вот, как бы, просто, чтобы вы увидели, что агрессия ребёнка – это отражение вас, отражение вашего какого-то неудовольствия, вашей неудовлетворённости, потому что будь вы спокойны, будь вы, ну, счастливы, будь вы удовлетворены, будь вы гармоничны, ну, ребёнок, соответственно, тоже был бы куда-то спокойнее, вот. А так, брат, ну, вот, она считала у вас подавленные чувства и очень спокойно их выражает. А ваше поведение, как бы, оно, вот, ну, подкрепляет, позитивно подкрепляет её поведение. Потому что, благодаря этому поведению, она получает власть. Вот. Поэтому, эээ, отвечая на ваш вопрос, что делать? Опять же, что делать кому? Что делать с кем? Что делать с чем? Что делать для чего? Вы не пишите. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что делать, я задам вам встречный вопрос. Так? Задайте, пожалуйста, сами себе вопрос. Счастливы ли я вне контекста ребёнку? Да? Как вы к себе относитесь? Как вы себя воспринимаете? Как вы себя видите? Вот. А самое главное, самый главный вопрос. Вот, от данного положения, какая у вас вторичная выгода? Что вы можете получать от этого положения, в котором вы оказались? С учётом всех минусов, с учётом всего негатива, с учётом всей тяжести этого положения, что вы можете получать? На мой взгляд, моё предположение, это возможность потерять терпение. Это возможность дойти до такого состояния, когда всё, больше не могу терпеть и, наконец-то, делаю то, что хочу. Но я могу ошибаться. Я могу быть не прав, поэтому вам необходимо на эти вопросы ответить. Не терпитесь. Первые привычные ответы, которые вам придут на эти вопросы, можно смело опустить. Это привычное, то, как вы привыкли мыслить, то, как вы привыкли думать, нам это не подходит. Несколько глубже попробуйте опуститься, несколько глубже попробуйте в себя заглянуть, и несколько более внимательно попробуйте к себе прислушиваться. Вот ответы на эти вопросы и изменения своего поведения станут ключиком к тому, чтобы ситуацию выправить. Настолько, насколько это возможно. И вот как вы относитесь к дочери? То есть вы вроде бы говорите, как бы, что вот она больна и вот это всё. А в то же время ведёте себя, как будто она здоровый ребёнок, который просто капризничает. В данном случае не здоровый, а обычный, скажем так. Она не больна, умственно осталось, да, это хоть и считается болезнью, но по факту это просто, как бы, аномалия развития и, ну, болезнью, на мой взгляд, это считать нельзя. То есть просто, как бы, человек, вот, ну, не развиваться. То есть, ну, точно так же можно назвать, как бы, больного человека, да, ребёнка, который, как бы, со зверями жил, вот, ну, типа, мол, он больной? Нет, он, просто, у него развитие немножко по-другому пошло и всё. Знаете? Поэтому, такая вот история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Вам, как минимум, нужна поддерживающая терапия, как минимум, нужно, как бы, разобраться в себе, да, определиться со своими приоритетами, вот, определиться со своей позицией, вот, по отношению к дочери и по жизни в целом. Вот, желаю вам всего самого доброго и удачи!